А теперь добавим розочку на торте. Если у вас есть презентация, но хочется чего-то еще, можно добавить анимацию. Анимацию, такую как переключение слайдов, различные переходы, или анимацию для отдельных элементов презентации. Хотя я не рекомендую перегружать презентацию анимационными элементами, потому что это очень сильно отвлекает внимание. Я вообще сторонник простых презентаций. Как добавить переход между слайдами? В левой панели меню вы правой кнопкой нажимаете и добавляете переход. Справа появляется окно анимация. Вы можете выбрать переход такой как затемнение. Наезд слайда слева, справа переворот куб галереи. Давайте остановимся на наиболее простом затемнении. Выглядеть это будет примерно так. Слайд появляется из темноты и уходит в темноту. Скорость быстрая, можно чуть-чуть сделать помедленнее. И я применю это ко всем слайдам. Хотя можно сделать в зависимости от вашей истории разные переходы. Дальше я хочу посмотреть, как можно сделать анимацию отдельного элемента. Например, вот этого листочка справа. Справа вверху. Для этого я выбираю слайд, вставка, анимация. Вставка анимации для отдельно взятого элемента в принципе ничем не отличается. Справа появляется панель. Выбранный элемент подсвечен. И здесь нужно выбрать по щелчку мышки. Можно синхронизировать по другому варианту. Сразу после предыдущего действия или одновременно с предыдущим действием. Но я выберу по щелчку. Что будет происходить с вот этим элементом? Он будет, давайте, вращаться. Медленно, быстро, средне, пусть быстро. Как это будет выглядеть? Смотрим. Слайд появляется. И после щелчка мышки, почему-то вращение не происходит. Ну-ка, дайте еще раз. Так, вращение по щелчку. Давайте воспроизведем. Слайд появляется. Поворачивается. Да, у меня здесь лишний элемент анимации. Поэтому он сразу не начал вращаться. Я хочу, чтобы вот этот вот листочек падал из глубины. Для этого я добавляю анимацию под названием «Увеличение». И это будет происходить одновременно с предыдущим действием. Смотрим, как это происходит. Я нажимаю щелчок. И один листочек вращается, другой появляется. Пожалуйста, вы можете анимировать любые элементы вашего слайда и сделать из презентации целый мультфильм. Но, опять же, если вы используете просто презентацию в поддержку доклада или для занятий на лекциях, не используйте слишком большое количество анимационных элементов, потому что они очень сильно отвлекают внимание. Продолжение следует... Продолжение следует...